Приветствуем, друзья! На библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Как только подходит время молиться или идти в храм, нападает сильная лень или раздражение? Чем объяснить это состояние и как с ним бороться? Конечно же, это печальное состояние оказывается результатом немолитвенно совершаемого времени жизни нашей. Святые отцы толкуют повеление Адаму, данному Богом в раю, «Делайте рай и храните» как единство церковной молитвы и молитвенного делания между богослужениями. И только тот, кто и вне богослужения понуждает ум и сердце чаще возноситься ко Господу, краткими малыми словами, призывая его милость к себе, тот и удобно вооружается для посещения богослужения, для внимательной молитвы и за богослужением. Поэтому, когда мы во вне богослужебное время совсем на стороне долечий пребываем умом своим и сердцем, тогда, конечно же, время богослужения застает нас как бы врасплох. И вместо победного клича «О! О!» Наконец-то труба зовет к тому более удобному и совершенному к Богу при падании, которое возможно в храме при богослужении, человек воздыхает. Увы, увы, надо мою привычную суету и помыслы, стелящиеся как дым по земле, каким-то волевым образом переменять на обращение горе. Призыв священника «горе имеем сердца» в приближении к кульминации божественной литургии, конечно же, сможет коснуться действенно только того, кто, конечно же, позаботится переменить свое устроение наземное, чувственное, привязанное к вещам видимым и проходящим на причастность к вечному. Кроме того, что побуждение к участию в богослужении подготавливается трезвением во внебогослужебное время, конечно же, великое приобретение — это постоянство. И общий закон искусства, создание прекрасного, от трудного к легкому, от легкого к привычному, от привычного уже к прекрасному, работает и в деле молитвы, и в деле посещения храма. Не имеешь еще любви, влекущей тебя на богослужение, делай дело любви, дело молитвы, прилагая к этому свою волю, и даст тебе со временем, Господь, любовь. Это касается и дел жертвенного служения, это касается и нашего ненасытного участия в богослужении, которое будет таковым тогда, когда мы потрудимся приобрести навык регулярного участия в богослужении, понимание того, что каждое воскресное утро — это не время выспаться и дольше обычного поваляться в постели после трудовой недели, а это и есть начало новой недели твоей жизни, и оно должно быть ознаменовано воскресной литургией, твоим в ней участием, и именно таким образом положишь благое начало очередной седмицы от Господа тебе даруемой. Она будет освящена, она будет благословлена тем богослужением воскресным, которым по церковному календарю и как раз и начинается каждая неделя. И от тебя будет вдалеке суетное предположение о том, что понедельник — день тяжелый, и с него начинается новая трудовая и тягостная неделя, в которой только, дай Бог, дотянуть до этих желанных выходных, в которые можно, наконец, расслабиться и забыть обо всем хорошем, в том числе и плохом, в каких-то бурных развлечениях или, как говорят, расслаблениях. Как вы расслабляетесь? Говорят, а мы не напрягаемся. И эти расслабления выходных дней, проведенные вне церкви, без богослужения, оказываются причиной еще большей усталости, в которой этот так называемый тяжелый понедельник и с тяжелой головой начинает, а точнее продолжает неудачную свою неделю тот, кто не потрудился начать ее вполне удачно с воскресного богослужения, с воскресной божественной литургии. Так что некоторые мобилизации самого себя из недели в неделю в монастыре, это и за дня в день, где соблюдается ежедневный, суточный богослужебный круг, ты постепенно входишь в это блаженное, богослужебное состояние непрестанного богослужения. Иоанн Златоуст повелевает всякому, и мирянину, и монашествующему, тем более, всякий день провести полночи в молитве. Как это скажете? А спать когда у нас всего-то ночь? Для большинства людей, думаю, с 11 до 7. И как половина посвятить ночи этому богослужению или молитве, что тогда от меня останется, если и день, и другой буду спать я всего 4 часа? Может, для какого подвижника это и возможно, а для нас как? Святитель Иоанн Златоуст вовсе не заблуждается. Он хорошо знает человеческую природу. По византийскому исчислению, ночь — это время с 6 до 6 утра, по нашему современному исчислению, с 6 вечера до 6 утра. И напротив, с 6 утра до 6 вечера — это есть день, и у дня есть 4 стражи, то есть 4 периода по 3 часа, и у ночи есть 4 стражи, начиная с 1, с 6 до 9, с 9 до 12, с 12 до 3, и с 3 до 6. Так вот, представьте себе, что остается 6 часов по рекомендации нашего великого святого отца для сонного безмолвия, а 3 часа вечера и 3 часа утра, как это в общем-то в монастырской практике бывает ежедневно, они как раз и призваны быть посвященными Богу и проводиться в непосредственном исполнении суточного богослужебного круга. Это вечерня, первое богослужение суточного круга, с него начинается, еще накануне вечером, богослужение очередного наступающего дня, потом бывает повечеря, потом бывает как раз сон, и после него, начиная с полуношницы, утренняя, часы, литургия, они таким образом завершают этот богослужебный суточный круг, и литургия — это макушка, это центральные события всякого богослужебного круга, всякого дня. Понятно, что в миру соблюсти этот ритм монастырский струднительно, хотя к этому призывались отцами и пастырями, жители Константинополя и в великие посты, в большие богослужебные праздники, не только монашествующие, а как раз и миряне, начиная с императора, участвовали во всех богослужениях Страстной Седмицы, и это было порядком благочестия, общим, как и впоследствии это стало в практике Руси, в ее особенно благополучные церковные периоды православного процветания. Ну, а в реальности мирской, хорошо помня об этом совершаемом в больших соборах и в монастырях ритме богослужебном, стремиться по мере своей возможности чаще бывать в храме. Будний день не является закрытым для участия в богослужении. Если вечером у тебя есть час, и ты сможешь его провести на вечернем богослужении в тех храмах, а их немало, в городах больших, где богослужение совершается так же ежедневно, как в монастырях. Может быть, без вот этих дополнительных монастырских частей по вечере, по луношнице, но вечерне с утренней, как правило, с вечера, часы и литургия с утра совершаются всегда во многих храмах больших городов. И зайти хотя бы и на полчаса, и на час до работы, после учебы прекрасно и для души необходимо. Человек, который уже ощутил вкус богослужения, вовсе не считает для себя чем-то зазорным или странным в будний день посетить богослужение. Это потребность. Из этих малых посещений из этих малых опытов церковной молитвы явится ваша любовь и навык. Сначала навык, а потом и любовь к регулярной церковной молитве. И вы уже не будете бороться с этими странными тормозами перед посещением храма, которые сейчас, как вы ощущаете, так мешают вашей церковной жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok